Добрый день, в эфире Дарья Тангел, и сегодня у меня в гостях Сергей Теренин и Виктория Сибирякова. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы поговорим с вами о корпоративных фильмах. Сергей и Виктория руководят студией корпоративных фильмов «Формат» и, надеюсь, погрузят нас в специфику производства таких фильмов, а также расскажут какие-нибудь интересные тонкости и секретики. Договорились? Мы очень попробуем. Хорошо. С удовольствием. Итак, давайте начнем с самого начала, как это обычно и бывает. Что такое корпоративный фильм? Корпоративный фильм – это своего рода произведение искусства, которое заказывает предприятие, организация для того, чтобы повысить свой имидж, презентовать свою организацию. Ну вот, в двух словах так. Виктория, как вы оцениваете само вот это творение корпоративных фильмов? Что это для вас, например? Как вы это видите? Вы знаете, Сергей сказал, конечно, очень так обширно получается корпоративный фильм. Он включает в себя действительно полностью всю работу, производственный процесс, команду, за счет чего делаются такие результаты. И вот фильм, почему произведение искусства? Потому что, по сути, в 10 минутах нужно показать все, чем живет компания, рассказать немного о ее истории, сделать это как можно креативнее, интереснее, динамично, показать, чем живет компания, ее философию, взгляды и достижения, своего рода показать то, чем они живут всей командой. Поэтому это, наверное, все-таки произведение искусства действительно. Вы сказали про 10 минут. Это какой-то оптимальный хронометраж корпоративного фильма? Ну, чаще всего да. Но, как правило, корпоративный фильм заказывают от 5 и до 20 и 27 минут. А от чего зависит? То есть это какой-то формат фильма или тематика фильма? От чего зависит такая разница? Тут очень много разных факторов, разных обстоятельств. То есть какой цели, прежде всего, хочет добиться заказчик? То есть разместить этот фильм в соцсетях. Или, например, сделать чуть ли не сериал о своем предприятии, о своем заводе. Или, может быть, это какое-то, не знаю, обучающее видео. Соответственно, оно должно длиться определенный хронометраж, минут 20, чтобы объяснить, как работать на том или ином станке. Или же, не знаю, как обучить человека технике безопасности. Ну и чтобы человек усмотрел и понял, как это сделать. Не переключайтесь, как говорится. Хорошо. А вообще, какие фильмы бывают? То есть вот вы сказали, обучающие, сериалы какие-то, короткие видео про производство, про компанию. А что еще бывают? Какие-то форматы, может быть? Бывают имиджевые фильмы. Прежде всего, имиджевые фильмы. Бывают презентационные фильмы. Ну вот я говорил уже, что есть учебные фильмы, которые тоже являются в данном случае корпоративными. Так, что я еще мог упустить? Юбилейные, я думаю, что... Юбилейные, посвященные непосредственно каким-то датам знаменательным у предприятий. Игровые. Как ни странно, бывают и игровые фильмы. Может показаться, что... Причем здесь игровые фильмы и корпоративные, но, тем не менее, они присутствуют. И некоторые предприятия, организации достаточно креативно подходят к таким произведениям. Так что бывает достаточно интересно работать. Получается достаточно большое количество вариантов. Видов. Да, видов. То есть сложно это как-то все собрать воедино, да, но мы в рамках программы попытаемся. А вообще цель создания фильма, она какая бывает? То есть я понимаю, что в зависимости от формата, да, то есть какая-то бывает разная цель. Но в основном, вот, чаще всего люди к вам приходят и говорят, я хочу корпоративный фильм. Вы говорите, а он вам зачем? Вот что люди отвечают? Мы их просим заполнить бриф. Именно так происходит. На самом деле, действительно, здесь зависит от той задачи, которую они хотят. Вообще, что они хотят на самом деле? Либо они хотят освежить свой, так скажем, видеоконтент в Ютубе, на сайте. То есть давно уже ничего не снимали. И тогда мы уже начинаем задавать им конкретные вопросы. На какую аудиторию рассчитан будет фильм? То есть кому вы его планируете показывать? Где размещать? То есть, может быть, это фильм будет посвящен именно внутренней команде, да, то есть на сплочение, на командный дух. Может быть, он будет направляться потенциальным партнёром, либо в целях лояльности партнёрам действующим. Либо он, может быть, будет транслироваться на выставках, каких-то мероприятиях, конференциях, да. То есть вот под эту задачу здесь мы понимаем, какой стиль для них более приемлем будет. Либо это деловой официальный, либо это, может быть, мы сможем покреативить и предложить какие-то несколько вариантов идей, да. То есть вот, ну, скажем, для клиентов мы все концепции разрабатываем бесплатно. Сразу хочу сказать, отметить, что, обращаясь к нам и понимая, что хочет клиент, какие задачи преследуют, то есть мы разрабатываем на основе вот их желаний, мы разрабатываем несколько вариантов концепции. Ну, то есть как типа сценария, да, получается? Ну, ещё не сценарий, а предварительный, да, идеи. После этого уже, если какая-то концепция зацепила, то мы начинаем уже, разрабатываем спету, согласовываем и начинаем работу уже над сценарием. Хотела вот уточнить один момент. Вы сказали, что фильмы бывают для внутреннего пользования. Абсолютно верно. Да, есть такие. А, например? Ну, вот тот же учебный фильм, то есть это для сотрудников предприятия. Он необходим для того, чтобы научить пользоваться тем или иным оборудованием или же пройти инструкцию безопасности, да. То есть чтобы не собирать там, например, большой объём работников, да, тем более в наших условиях это очень проблематично. Проще сделать фильм и показать им. И в режиме онлайн каждый там, предположим, на рабочем месте либо дома сможет этот фильм обучающий посмотреть. Слушайте, интересно, я ещё видела интересные форматы корпоративных фильмов, таких мотивирующих остаться работать, да? Абсолютно. Как это правильно называется? HR-фильмы так называемые. О профессиях, о людях, работающих в этих профессиях. Это выглядит очень обычно душевно так. Здесь, ну, пока не будем забегать вперёд, то есть у нас есть уже сейчас ряд, так скажем, клиентов, которые хотят как раз вот именно такого плана. Рассказать именно о людях профессии на своём предприятии. И, конечно же, в рамках этого фильма будет информация о самом предприятии, о том, как здорово здесь работать, то есть как отношения к людям, к сотрудникам, как они развиваются, то есть как у них карьера идёт, что они получают, каждый сотрудник, работая на предприятии. Это здорово на самом деле. А как происходит процесс создания таких фильмов? Мне кажется, это так душевно, как-то даже... Это вообще очень нас вживляет в само предприятие, то есть ты начинаешь уже даже где-то, наверное, ощущать, как будто ты уже работаешь на этом предприятии, потому что ты проникаешься. Ты уже хочешь встать к станку. А бывали такие истории, когда, блин, а почему я не у вас работаю? Довольно в прошлом году. Были, были, были. У нас даже несколько операторов хотели остаться, работать на одном из таких предприятий. Но вы их всё-таки похоронили. Но мы их забрали, забрали. Да, ну вот, Дарья, сразу вспомнился пример прошлогоднего, так скажем, в прошлом году мы работали над одним проектом. Это был как один из видов корпоративного фильма, юбилейный фильм. И причём, вы не поверите, на самом деле это какой-то разрыв был шаблонов, может быть, то есть практически общественно-военная организация, такая вот вроде бы серьёзная, официальная, ну то есть выйти из-за границы, так скажем, какого-то... Из зоны комфорта. Из зоны комфорта, да. Устава там, наверное, дожди. Они доверившись... Устава-то нет, устава нельзя. Нет-нет, всё согласно уставу, законам. Нет-нет, тут просто они нам доверились и решили привлечь внимание именно не просто официальным каким-то юбилейным фильмом, традиционным, да, так классическим вариантом. Мы им предложили такую креативную идею. Есть такая у нас прекрасная, замечательная организация, которая готовит кадры для вооружённых сил, ведёт подготовку, военную подготовку призывников, ну и, соответственно, подготовку учебных, так скажем, гражданских профессий обучает. Не все знают об этой организации. После этого фильма сейчас все призывники хотят пройти обучение у них. Так вот, основная идея была, что агент ЦРУ был отправлен в целях получения информации в школу ДСАФ, как так, что за школу... Все-таки её раскрыли в вашем эфире. Ну, на самом деле, это была, конечно, такая... Даже не знаю, как слово подобрать, такое... Это была креативная идея, предложенная нашим сценаристом. И она сработала, успешно сработала, была принята на ура, и мы вот в течение лета снимали этот фильм. Ну и можно его сейчас посмотреть. А где его можно посмотреть? Прежде всего, в этой организации. Ага, и у нас. Ну и у нас на нашем канале, конечно же. Поняла. Хорошо, а расскажите, вот какие бывают сценарии использования в дальнейшем вот этих фильмов? То есть мы с вами обсудили вот использование. Ну как, если есть YouTube-канал, она, соответственно, компания размещает на своём YouTube-канале. Для того, чтобы было движение на этом YouTube-канале, и чтобы можно было посмотреть с каким-то партнёром, не знаю, там... Сайты, соцсети, клиентам, то есть выставки, вот, ну, повторимся, да. Соцсети, чтобы они посмотрели, разместить у себя в группе. Плюс выставки, компания же ездит на выставки, и там нужно тоже презентовать себя. И такой фильм, он служит хорошим подспорьем на данных мероприятиях. Проводятся конференции различного рода, и там тоже используются корпоративные фильмы. Это даже элементарно, чтобы минимизировать риски что-то забыть и что-то не сказать. Абсолютно верно, да. В таких случаях фильм всё скажет за тебя лучше всего. Да-да-да, и Дарья, вот ещё тоже на сегодняшний момент, ну, не секрет, что все любят всё-таки смотреть и оценивают всё-таки, ну, наверное, глазами на слух. То есть они, текст, он хуже воспринимается, на самом деле, чем нежели это видеоконтент. И когда визуализируется... Да, что сейчас тренд идёт на видеоконтент в интернете, да, то есть люди его с удовольствием потребляют. Чем короче видео, тем проще его посмотреть. И если в это короткое видео удаётся уместить, скажем так, максимум информации, это большой плюс. То есть давайте мы как-то немножко вот соберём вот эту всю информацию, да, вот какие задачи компания может решить благодаря корпоративному фильму? Вот прям вот тезисно. Ну, во-первых, это узнавание, да, то есть партнёры, клиенты компаний, зайдя, скажем, на сайт или там на ютуб-канал, в соцсети, и увидев этот фильм, они сразу же понимают, что это за компания перед ними, чем она занимается, какие у неё есть продукции, какие компетенции. И, соответственно... В чём уникальность компаний? Это прежде всего информация, да, то есть партнёры получают информацию о компании. Это деловая репутация, это укрепление своего имиджа, прежде всего. Это, на самом деле, повышение лояльности не только партнёров, но и действующих сотрудников, то есть сотрудник, когда всё-таки фильм создан профессиональной командой, да, то и воспринимается, соответственно... И когда ещё более того, когда в фильме участвуют и сами сотрудники, то есть... А когда они поучаствовали в этом процессе... Для них это ещё большая ценность, на самом деле. Они и транслируют это своим знакомым, друзьям, коллегам других уже, да. То есть это расходится вот как паутина такая, да, то есть вот в интернете. То есть это своего рода и пиар-ход определённый, ну и вложение, естественно, как развитие компании. То есть если компания развивается и планирует развиваться, соответственно, и она это закрепляет таким образом. Я вот ещё хотела добавить к словам Сергея. Вот отличная вот эта была мысль по поводу того, что в видео человек может познакомиться с компанией, да. Всегда говорят то, что, ну, кто лучше сотрудника, самого сотрудника действующего компании, лучше компанию представит, да. Но сколько человек, живой обычный человек, в неформальном диалоге, да, если это не колл-центр какой-то безумный, сможет за день поговорить, с каким количеством человек он сможет поговорить и рассказать о своей компании. Ну, пять, ну, десять. На десятом, мне кажется, человек просто умрёт, и у него отсохнет язык, да, от такого количества общения. А фильм? Сколько людей за один день может увидеть фильм? Огромное количество. Я считаю, что это очень большое количество на самом деле, потому что, ведь где мы ещё разместим этот фильм, да? Да. То есть это либо какой-то канал, либо это сайт, то есть в зависимости от этого, ну, соцсети, опять же, Инстаграм и так далее. Что далеко за примером ходить? Вот в прошлом году городу Кирово-Чапецку исполнилось 65 лет. Нам доверили съёмки как раз презентационного такого фильма, мини-фильма, я бы сказала, всё-таки. Это не ролик, наверное, больше, а фильм, который показывает, рассказывает о самом городе. Кирово-Чапецка. То есть это не просто, грубо говоря, сотрудники компаний, да, если бы речь шла о корпоративном фильме, а здесь все жители города. Как говорится, попробуй удиви, расскажи нам что-то новенькое о нашем городе. Да, да, да. И вы знаете, нас, конечно, очень порадовала обратная связь от жителей, то есть им понравилось. Сейчас они активно везде используют и транслируют этот фильм на мероприятиях и так далее. То есть в соцсетях, конечно, оценки были положительные. Это определённый был мандраж такой. Я представляю. Да, да, да. Попробуй-ка сделать фильм о городе. Мы с вами в самом начале обещали рассказать некоторые секретики. И вот сейчас я вам задам вопрос, на который, надеюсь, вы нам секретики все и выдадите. Вот как подготовиться к фильму? Вот что должны сделать компания? В частности, руководитель компании, сотрудники, которые будут сниматься в этом фильме. Вот как им подготовиться к классному фильму? Что им нужно сделать? Переглянулись, значит, вы так. Прежде всего, вот я считаю, нужно доверять. Доверять той компании, кому вы обратились за производством видео. Потому что, как правило, это профессионалы своего дела. Вот. Ну, а в остальном это обязательно нужно чётко и структурированно подходить к организации съёмочного процесса. То есть, какие-то локации. То есть, понимая, чтобы было понимание, что мы снимаем, где мы снимаем, кого мы снимаем и когда мы снимаем. То есть, ответив на все эти вопросы, ну, естественно, уже после проработки сценария, да, директор компании или, там, сотрудник, который ответственен за это мероприятие, который курирует видеосъёмку, он уже будет, скажем так, понимать, как работать, скажем так, с видеопродакшеном. И тогда будут выстраиваться уже хорошие взаимоотношения. То есть, будет выстраиваться понимание, куда мы едем и снимаем, кого мы едем и снимаем, да, и где. Вот. Потому что очень часто вопросы логистики, ну, скажем так, они не во всех компаниях бывают проработаны. Видимо, это связано с тем, что, ну, существует такое мнение, что, ну, а что, вышел на телефон, там, что-то поснимал, там, что-то смонтировал, да, вот уже и фильм готов. Понимание вот этого, именно понимание, оно не всегда бывает, к сожалению. Вот. И когда оно есть, а вот это очень важно, тогда фильм строится очень легко, очень быстро и достаточно качественно. Ну, здесь, наверное, может быть, чуть-чуть добавлю. Когда фильм предусматривает, скажем, какую-то художественную постановку, да, то есть, это, ну, это не просто репортажные. Приехали, засняли какой-то процесс или производство, либо какую-то локацию или интервью взяли. А здесь ведь в рамках фильма, в рамках сценария, скажем, может быть какая-то художественная постановка, которая требует определенной подготовки актера, либо сотрудника, который участвует во всем этом. Четкая проработка деталей, там, мы привлекаем стилиста, то есть, гример участвует, то есть, он должен роль, четко понимать, что он, как он в кадре должен быть. Работа режиссерская здесь идет с нашей стороны, то есть, мы помогаем нашим, если это сотрудник, и у него опыт небольшой, и вообще, если его нет, то мы помогаем ему правильно быть в кадре, да, то есть, участвовать во всем этом. И, соответственно, вот такая подготовительная работа, она такая, очень существенная идет, на самом деле. И сроки по производству тут тоже надо сразу мы клиентам, заказчикам сразу говорим, что, ребят, это, если вы еще историю хотите показать где-то, что у вас предприятию 80 лет, то где-то архивы еще взять. У нас вот, мы же проводим еще такую архивную работу, ведем при создании фильма. Соответственно, это тоже время. Поэтому месяц, два, три бывает вот такая работа. Ничего себе. Да. И главное во всем вот этом процессе не пускать дело на самотек. Ни в коем случае. А это просто невозможно, потому что, если пустить дело на самотек, то мы не получим фильм. Слушайте, ну, получается как-то очень сложно. Это только кажется, наверное, так, да? Потому что в процессе производства радио тоже иногда кажется, что это все так очень сложно. Но я же предполагаю, что у вас, наверное, большая команда, да, которая помогает справиться с этими всеми трудностями. Ну, а как? Это необходимо для того, чтобы справляться с этими трудностями, да? Команда у нас, ну, скажем так, относительно большая. Примерно человек 10 плюс-минус, даже больше плюс, я бы сказал. Сегодня вы привели достаточно много интересных примеров в фильмах, которые вы делали. Но мне интересно, вот что-то, вот прям, что лично вас зацепило. Вот какие фильмы были, вы можете даже рассказать, если это возможно, кому вы их делали, да, и что это было за фильм. С удовольствием. Вот лично вас зацепили. Может быть, это какой-то ваш первый фильм, или может быть, какой-то самый масштабный, или самый душевный. То есть что вас зацепило? Расскажите. У меня просто история связана, скажем так, с самым первым, наверное, фильмом, который мы создавали много-много лет назад. Расскажите. С меня начнем, да? Ну ладно. Было это в далеком 2009, по-моему, году, если я не ошибаюсь. Как раз компанию мы еще даже не создали тогда. Это были наши первые попытки в корпоративном видео. И мы создавали фильм о ветеранах, о ветеранах энергетики. Вот этот фильм получился таким, ну, документальным фильмом. Ну, и задача такая состояла, стояла, точнее, чтобы сохранить именно память об этих людях. Мы проводили, помню, ездили, проводили интервью с этими ветеранами, выезжали в разные города, снимали их здесь, в Кирове, снимали. Ну и в результате получился такой добротный документальный фильм. И вот когда мы его сдали, у нас его приняли, все, у меня тогда возникла идея. Как здорово, что мы можем сохранять память о людях, о предприятиях, и нужно об этом рассказывать другим. И тогда возникла идея как раз создания, наверное, студии корпоративных фильмов. Слушайте, как здорово. Вот с этого все началось. Это вот, я соглашусь, что, наверное, то, что является первым, оно всегда запоминается больше всего. Ну, вот это я помню до сих пор, да. Наверное, прям до самых мельчайших деталей, каких-то там флэшбеков у вас иногда доходит. Ну, я могу. Поверьте, в голове он у меня весь есть, я его представляю. Виктория, а вы что запомнили больше всего? Я, наверное, расскажу больше о масштабном проекте, который мы в течение прошлого года снимали. То есть это мы делали такой, скажем, корпоративный как раз фильм об агрофирмах Кировского молочного комбината. И наша задача была показать не только все производственные мощности, но и агрофирмы, то есть которые в различных районах нашего региона находятся. Весна, осень, лето, то есть в течение практически всего года проводились съёмки. Что меня зацепило? Ну, понятно, что, да, длительный проект, то есть мы понимали, что в течение года мы всё это снимаем. Вы знаете, у меня, наверное, Кировский молочный комбинат, кто его не знает, все продукцию, все обожают. Вот тут вообще вопросов нет. Но, вы знаете, одно дело, когда, да, ты видишь продукты, но когда ты видишь, как это всё создаётся изнутри, в каком это всё, как это всё, скажем так... С какой любовью это делается? С какой любовью это делается, во-первых, и какая чистота, простите меня, в коровниках, это вот, слушайте, у всех бы дома так было бы чисто. Ну, на самом деле, гордость, действительно, гордость за предприятие, что они, во-первых, помогают повышать уровень на селе, так скажем, просто скажу, что данный проект, на самом деле, работа над этим проектом, она, наверное, ещё больше во мне, так скажем. Я соглашусь с вами, я понимаю, что вы хотите сказать, работая с такими крупными, мощными компаниями, ты понимаешь, насколько они полезны для региона, и какую невероятную работу они делают для того, чтобы быть вот такими, да? То есть, что мы просто покупаем молоко, да, раз уж мы про КМК заговорили, мы просто покупаем наше любимое масло, сметангу, там, йогурт и всё, что угодно. А то, что стоит за этим, мы даже не задумываемся, что вот эта коровка, которая вот это вот молочко нам принесла, она как, не знаю, как кошечка там сидит в чистоте, да, её гладят, любят и ласкают. И вот это, я соглашусь с вами, это впечатляет, это даже, знаете, вдохновляет на то, чтобы дальше делать свою работу и быть такими же трудолюбивыми и хорошими профессионалами, как вот те люди, с которыми вам пришлось столкнуться. Хорошо, мы с вами немножечко отклонились от нашего диалога. Расскажите, вот насколько вообще практика создания корпоративных фильмов распространена в городе? То есть, это делают только крупники, да, о которых вы рассказали, то есть, только крупный бизнес. Либо малыши какие-то самозанятые, может быть, или малый бизнес, там, торговые какие-то просто точки, там, производство маленькие. Насколько это распространено? Кто это заказывает? Ну, чаще всего на корпоративные фильмы, конечно же, идут, это более крупные предприятия. То есть, это редко, конечно, бывают какие-то малые предприятия, там, ИП и так далее. Вот. Чаще всего у них идёт заказ по каким-то рекламным роликам. Прекрасно. Всё, конечно, упирается в бюджет, на самом деле. Почему малыши, так сказать, да, или просто предприниматели не могут себе это позволить? Ну, вот, по той причине, что всё-таки бюджет. Как вы считаете, это специфика города, либо в России в целом такая же ситуация? Я думаю, что в России в целом примерно одинаковая ситуация, плюс-минус. Вот. И везде крупный бизнес, он живёт, конечно, ну, явно лучше, чем, например, там, какой-то ИП, там, и так далее. Вот. Поэтому тенденции, мне кажется, примерно везде одинаковые. Ну, мы не берём в расчёт Москву. Ну, Москва — это не Россия, да. Россия не Москва, к сожалению. Вот. Поэтому там другие немножко реалии. Да. Хорошо. Я думаю, что мы оставим возможность нашим слушателям задать вам вопросы, да, они могут присылать сообщения, которые мы обязательно вам передадим, и они будут иметь возможность получить ответ на свой вопрос. Сергей, Виктория, спасибо, что вы сегодня пришли к нам, рассказали о таком прекрасном мире корпоративных фильмов. Я думаю, что наши слушатели и я узнали много нового. Спасибо вам. Можно ещё добавить, если есть, минуточка буквально, да. 31 мая у нас день рождения компании, нам исполняется 11 лет. И в честь своего дня рождения мы для наших новых клиентов дарим подарок, то есть в течение всего следующего месяца, июня, до конца июня, кто пожелает заказать корпоративный фильм, короткая версия этого фильма будет в подарок. Потрясающий подарок, я думаю. Мы надеемся. Это отличный подарок на самом деле. Поздравляем вас с наступающим днём рождения. Спасибо. Желаем вам ещё, как минимум, несколько раз по 11 лет. Супер. Спасибо, что вы сегодня к нам пришли и всё это рассказали. Было очень интересно. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания.